вы солнечный человек спасибо хочется жить меняться в лучшую сторону спасибо хочется спросить у нас городе кришны ты ходят по улицам поют это секта стоит опасаться за внука он туда ходит спасибо огромное за ваш ответ но я бы не сказал что это секта прям тоталит конечно же это тоталитарная секта она забирает детей они потом всю жизнь подчиняются определенному канону которые есть в чем он заключается когда человек приходит и посвящает свою жизнь служению какому-нибудь божеству или богу то это конечно же не нравится кому-то но вы можете быть абсолютно уверены что кришна и ты с их каноном это те же самые монахи которые находятся в христианской церкви или в какой-либо другой церкви это монашество но и плохо ли христианское монашество но она неплохо потому что это выбор человека служения богу но точно так же у этого человека он начинает верить в бога ну кришнаитов там не так все печально как у монахов ему не нужно будет уединяться или уходить но у него будет свое персонифицированное восприятие этого мира в котором у него будут мечты такие где он будет всегда и во все времена своей жизни хотеть быть ближе к богу кришне и будет посвящать все свои достижения богу кришне будет думать о боге кришне и будет стараться каждый день произносить восхваление это индуистская религия плохого в ней ничего нет на самом деле если выбирать большинство религии которые есть на земле и кришнаизм я бы оставил кришнаизм потому что это очень позитивно потому что это очень как бы красиво и мягко да для нашего социума это не подходит но ничего в этом страшного нет тотально в привычном мировоззрении нашим когда человек становится взрослым после этого после 40 там зарабатывать себе на квартиру на машину и так далее такое тоже у кришна это возможно ну и точно так же как у обычных людей а если не заработаешь ну так и у нас есть среди обычных людей живущих что до 40 до 50 живут съемных квартирах до 60 умирают съемных ничего в этом страшного нет то же самое происходит и там возможность развития все-таки имеется что там что там но радость все-таки такая которая возникает и в христианской церкви в христианском монастыре и наверное где-то в тибетском монастыре и наверное в китайском монастыре и наверное в кришна иском вот таком храме она все равно возникает это радости возможности контактировать с богом важность наверное присутствия бога в этом по моему мнению плохого ничего нет